Интересная мысль насчет того, что оказывается олигархи, у которых последние расследования великолепные, будем скромны по отношению к коллегам, крупным коммерческим каналам, те же олигархи, на первом канале я видел расследование о недвижимости наших главных хедлайнеров-олигархов в Лондоне. То есть они хранят деньги в западных банках, это такая плечевоизлица. А зарабатывают их на контактах с Россией. Связи остаются экономические с Россией. Они заинтересованы и в том, и в том, давайте скажем справедливо. Но учитывая, что зарабатывают они деньги, они должны соблюдать определенную лояльность и играть по правилам игры Запада, чтобы капиталы были сохранены, активы не отбирались, не становились предметом расследований. Но зарабатывают они на связях с Россией. И теперь, внимание, мы воюем с Россией. Люди, которые в условиях войны с неким государством R, назовем его так, делают все, чтобы связи экономические с ним были сохранены, это что? Они работают на то, чтобы каналы влияния противной стороны, воюющей с нами, оставались как можно, не просто оставались, а становились как можно сильнее и крепче. Это готовая агентура влияния на стратегическом уровне против Украины, наша олигархата, завязана на Россию. Любые спецслужбы спят и видят, как завести агента влияния, даже на тактическом уровне. А тут на стратегическом люди добровольно инвестируют усилия, организационные, юридические, экономические, в то, чтобы связи как можно были крепче. А связи это каналы, каналы это люди, люди это влияние. Вот, пожалуйста, какой-нибудь капитан СБУ отчаянно бьется, чтобы поймать шпиона в Авдеевке русского. А тут у нас шпионы, которые обладают колоссальным влиянием, каждый по парламентской фракции, каждый по миллиардам долларов, делают все, чтобы эта страна и дальше оставалась в зависимости от противника, который на нее напал и который хочет ликвидировать ее способность к самостоятельной политике. Я уже не говорю государственность, возможно нет. Но способность к проведению самостоятельной политики это точно. И олигархи работают на это, понимаете, общество хочет того, а не хотят того. Что получается? Ножницы все шире расходятся. Вот рано или поздно они разойдутся, пока общество тотально проиграло. После визит Байдена говорит нам о том, что общество тотально проиграло в системе борьбу. Это значит, что оно должно выдохнуть, понять, что революция достоинства провалилась. И теперь надо заново набирать силы для того, чтобы переосмысливать, создавать, формироваться, откуда-то накачиваться, мотивироваться и идти в следующий приступ на эту крепость. Потому что пока мы можем констатировать, что первый штурм был, второй уже получается, первый был в 2005-м, они отбили. Они отбили и мы возвращаемся в полевой лагерь, битые, в поврежденных доспехах, с поломанными осадными машинами и должны заново собираться силы. Мы это гражданское общество, это передовые слои наши? Да, активистов, которых полпроцента в стране. Полпроцента в стране? Да, остальное общество является ситуативными союзниками. И часто не только ситуативными, а ментальными союзниками олигархата. Для них выступают против олигархов, экономика как поддельная, 50% бюджетники, 50% тех, кто работает на олигархах. И для них выступать против правительства либо олигархата, это выступать против окошков, которые им деньги дают. Но это подвиг для обычного человека совершенно не... Его нельзя требовать от этого. Не может пенсионер выступать против окна, в которые ему выдают пенсию. Он не выживет физически. Мы не можем от людей это требовать. Это дело кучки активистов. Элита и контрэлита. Старые разборки.